Считаете себя патриотом России? В 1993 году по призыву Гайдара я постоял двое суток у Моссовета на баррикадах с бутылками зажигательной смесью в качестве медработника потенциального. Я учился тогда в медицинском институте. Я был среди тех, кто поднимал Москву в конце 90-х годов, когда шло строительство. Я работал в крупной телекоммуникационной компании. И первые волоконно-оптические кабели, которые прошли по Арбату. Я к этому имею прямое отношение. Но потом был митинг в защиту НТВ, который полностью перевернул все. Я думаю, что я тогда уже понял, чем все закончится. Я помню вот этот митинг. И поэтому, не знаю, правильно ли я поступил. Ну, наверное, правильно, конечно, тогда поступил. Я бы не выдержал, конечно, России сегодня. Я взял курс на эмиграцию, приехал сюда. И на самом деле не вспоминал Россию. Ну, один раз, наверное, только с большой горечью, когда было нападение на Грузию. Но и тогда меня это как-то не особо впечатлило. Но когда произошел Крым, когда я узнал об анексии Крыма, это был как бы вот поворотный момент в моей жизни. Начало этой войны – это конец этой империи. И я понял, что нужно первому начинать, первому идти вперед, начинать среди первых. Ну, это принесет результат. Понятно, что, наверное, к власти к победе придут другие, уже следующие поколения, может быть. Но я делал так, как подсказывал мне совесть. Это одна сторона этого вопроса. Другая сторона этого вопроса, я, конечно, очень горд сегодня за москвичей, за тех, кто вышел на этот протест. Вне зависимости от того, политики они или борцы, или просто люди, которых действительно достала эта власть. Они вышли, они не побоялись, они не побоялись избиений, они не побоялись арестов. В 420 человек сегодня арестованы. Вы знаете, это новый этап. Это новый этап противостояния, это объединение, это новый этап протеста. На самом деле, он, конечно, начался не сегодня. Я думаю, что первый – это был, конечно, Екатеринбург. Когда они вышли с лозунгами, почти лозунгами Майдана, да, кто не скачет тот за храм, и власть вынуждена была уступить. Вы понимаете, что самое главное, что сейчас есть, мы поняли одно – это власть слаба, это власть не способна на репрессии. Эту Росгвардию, которую они наняли, она не будет стрелять в народ. Вы так думаете? Я так думаю, я уверен. Они показали свою трусость. Конечно, история с Голуновым, с его сначала арестом, потом освобождением, конечно, это чистая провокация. Я думаю, что провокация на самом деле абсолютно коррупционная. Там есть ФСБ, есть полиция, эти начальники борются между собой, делят рынки наркотиков, я не знаю, что там они еще делят. Конечно, они хотели как-то сбавить этот процесс, как-то выпустить пар. У них не получилось. Народ вышел, народ пошел, и народ не побоялся арестов. Вот это, наверное, ключевое сегодня, то, что мы имеем, и это случилось сегодня, в этот день, в этот праздник. Но День независимости России – это, наверное, не всегда праздник именно независимости, это, наверное, день борьбы за ее независимость от тех оккупантов, которые… Бывают оккупанты и внутренние, которые оккупировали нашу страну, и которые ее разворовывают, разграбляют и не соблюдают никаких законов. Каждая Родину любит по мере, не знаю, там, своей совести, своего воспитания, своего образования. Каждый понимает это по-своему. Конечно, наверное, люди, которые сегодня выходят в Москве, мало понимают мою работу здесь, где я живу в безопасности, под защитой Канады. И что я делаю, почему я не выхожу на митинги, или почему я еще какие-то действия там не делаю для них, им, конечно, понять сложно. Поэтому, может быть, для них я и не патриот. Но, тем не менее, я понимаю, что я, скажем так, коэффициент полезного действия моей работы, сегодня вот то, что я выбрал путь, он максимален. Я его делаю, делаю профессионально, делаю спокойно, делаю ежедневно, день за днем. Перед 9 мая вы опубликовали петицию, которую подготовили по поводу шествия в бессмертный полк. И была такая серьезная реакция у русского мира, у русского сообщества. Как вы это пережили? Ну, во-первых, я переживал и не такое. Во-вторых, поэтому привычен. Во-вторых, хочу сказать, не надо говорить за весь русский мир. Я прекрасно помню... Я знаю про организацию «Русский мир». Ну, организация «Русский мир» на самом деле это просто организация, которая финансируется русским консульством. На это есть уже достаточно, скажем так, доказательств у Канады. Не у меня лично, у Канады, я просто знаю, это публикуется. На эту тему работает институт Макдональд-де-Ларье, большая следственная группа. Это все официально публикуется, это все данные можно найти в интернете, в открытом доступе. Поэтому организация «Русский мир» — это одно. «Русский мир», как и наша диаспора... Ну, вы знаете, я могу сказать только одно. Когда мы в прошлом году делали петицию, где одна из пунктов была запрет бессмертного полка, то из положенных трех месяцев она набрала нужное количество голосов за три дня. Она в рекордные сроки была представлена в парламенте Джеймсом Бизаном. Она в рекордные сроки получила заключение Христи Фриланд. Она фактически стала... Она фактически стала, в общем, аналогом парламентской привилегии. И, соответственно, это дает мне... И сегодня до сих пор, уже прошел год, и эта петиция дает мне право обращаться ко всем депутатам парламента напрямую в прямой переписке с предоставлением доказательств того, что действительно эти законы надо менять. Это там касается не только бессмертного полка, это, конечно, прежде всего касается взроссотрудничества. Но люди это не видят, люди это не понимают. Ведь приехала недавно новая эмиграция. Они уже зомбированы этой пропагандой. Они уже, приезжая сюда, были крымнашистами. Они уже, приезжая сюда, верили, что действительно где-то распяли этого мальчика. Можем смеяться, не смеяться. На самом деле это грустно. Конечно, объяснять бесполезно. Люди должны понять. Ну, однажды, конечно, это все пройдет. Люди поймут, что они откроют русский телевизор. Не будет ни Киселева, ни Соловьева, никого там. Не буду про Скобиева ничего говорить. Уже лапа, да. Но вы верите, что это когда-нибудь будет? Да, конечно. И, знаете, я думаю, что срок у этого на самом деле не такой большой. Срок не такой большой. Во-первых, в Канаде начнутся изменения, конечно, сразу после выборов. И я, как член консервативной партии, это абсолютно четко говорю. Потому что наша организация, она именно работает, несмотря на то, что у нее название такое пророссийское, российской демократии. Конечно, мы поддерживаем российскую оппозицию, форум свободной России. Но мы работаем, конечно, в интересах консервативной партии. Мы работаем по консервативным программам. Мы сегодня готовим новые санкционные списки. Принимаем участие в этой работе. Это, на самом деле, сложная техническая работа. Это ковыряние в компьютерах, отслеживание офшорных операций. Это же не просто предоставить Ивана Ивановича, что он должен попасть в канадские списки. Это нужно доказать офшорные счета, его фронтмен или компании, которые с ним связаны. Вся финансовая система, воровство денег. Кто-то писали об этом русские журналисты в России. Где-то это звучало на Кипре. Это все надо собрать воедино и предоставить вот такими файлами, чтобы ни одна компания, работающая в Крыму, не смогла продать свои товары за пределами Российской Федерации. И еще одна важная база — это наказание канадских компаний, которые в обход санкций все-таки идут в Крым, и все-таки там сегодня что-то делают. Что-то нужно делать в Крыму? Там же сейчас вообще разруха полная, кроме моста ничего и нет. Ну вот, например, один из моих пилотных проектов на этот счет — это была канадская компания «Колье Интернешнл» по недвижимости, директор которой, председатель гильдии московских риэлторов Николай Казанский, в обход санкций, консультировал Симферопольский аэропорт на предместо строительства бизнес-центра. Мы предоставили доказательства, что «Колье Интернешнл» в Москве — это действительно, несмотря на то, что принадлежит на формально кипрской компании, это все-таки канадская компания. В первый момент это вызвало, конечно, парламентский фурор. В общем, у меня есть заключение Кристи Фриланд о том, что она лично берет под контроль расследование и наказание этой компании.